Всем привет, с вами Ёжик, и сегодня к вашему вниманию обзор моей второй Викинг Лиги, по ходу которой пришлось менять состав. Изначально я думал, что смогу повторить успех вместе с той командой, с которой в первой Велке все было хорошо, но все-таки почувствовал, что проблемы, и решился обновить команду аж на 9 карточек. Ну, точнее, 8 с половиной, потому что Депай я просто обновил до информа. Ну и Сон, Хёнмин Сон, именно о нем я мечтал, пока у меня нет вообще возможности думать даже о Мбаппе, Роналду, каком-то Динатале, возможно, тоже классная карточка. Что-то более приземленное, скажем так, это Сон, это 300 с лишним тысяч, ну и вместе с ним мне очень захотелось сыграть с Каримом Бензема. В первый игровой день мой, в субботу, в 10 матчах я проиграл аж 3 раза, 7-3, это было провально, и первые 2 поражения я где-то мог бы взять на себя, где-то ошибся, где-то соперник сыграл лучше, но вот последнее, третье поражение, это была катастрофа полностью по геймплею, я сдерживался просто от матов, за полтайма я получил полный мешок мячей, и для меня все закончилось очень плохо. В субботу и в воскресенье пришлось камбэчить, и именно на этот камбэк, где в 10 матчах надо было стараться брать 9 побед, чтобы получить первый ранг, я и обновил свой состав, и пошел в надежде на то, что у меня все получится. Надежда умирает последней, данная фраза очень хорошо подходит под ситуацию Донецкого Шахтера, который завтра принимает Мадридский Реал. Да, в группе все сложно, но кто знает, а вдруг, а если знаете вы, то 1x ждет ваших прогнозов, так что переходите к ним по кер-воду или пусыточке в закрепленном комментарии, и успехов. Ну что ж, ой-ой-ой, какой дебютный матч, какие классные формы, бомба. Как-то, как-то все тупо, очень тупое все на поле. Классное начало, вообще бомба. Я абсолютно не понимаю, что сейчас на поле происходит. Какое впечатление, что у меня геймпад сломан. Ох, сон неплохо ударил, но. Бензема чисто на отскоке, на стрёмном коннекте и на опыте бензема. Мне кажется, я Марку Солеренто сегодня куплю, потому что пока что гравн бараха не вижу на поле. Да ну нафиг, мпмб, это что за next level block? Ух ты! Ух ты! Лол, у меня кнопка скорости даже не реагирует вовремя. Мой чудак разгоняется с опозданием на секунду. Да! Мой тренер! Мой тренер в пальто! Офигеть! Тут даже бронзовый тренер есть. Лучший. Он мне очень нравится, он стильный. Молодежный такой. Какая атмосфера сразу в команде. Офигеть, я это скипнуть не могу. О, скипнул. Криштиан Роналду, здравствуйте. Что это за карточка, Вестгем, француз? Я статистика. 0-1. Кейлор, треугольник, на вас! Вамос! Или выключить микрофон и просто без звука играть. Без комментариев. На поле просто тотальный ужас. 1-0. Халяву забили, извинились, поехали дальше. Фух, на вас! Как-то структуры и целостности не хватает в моей команде. Предыдущие я хотя бы понимал, кто где стоит. Тут я вообще не понимаю. Все разлетаются. Тут то ли это еще геймплей так влияет, который нереально ужасный сейчас. То ли то, что новая команда, я ищу. Такой сумбур на поле. Я его сейчас буду пытаться всеми силами собрать в кучу. Ну а что, дембеля, остановился? Что с вами не так, пацаны? Соберитесь. Алло, что вы делаете? Идиоты. Карим Бензема! Сон это просто ничто против Карима. И это информ. Я себе только представляю, что творит его СБЧ-версия. Где Сон? Я его не вижу второй матч. Алло, Сон? Ты самый дорогой сейчас игрок моего состава. Wake up, baby. Я не чувствую тебя. Три тайма вообще не вижу. Где ты? Полетели. Опорная зона. Не долетели. Пенальти. Лучший. Твой Карим Бензема. 2005, 95, ребята. Ой, Регелён какой-то капец провальный. Я уже чувствую, действительно. Мне правда писали. Регелён что есть, что нет. Шмата. По статам на карточке, как Русильон. Но Русильон рвёт это поле. Орегелён просто существует. Сональду. Вау. О-ла-ла-ла. Бензема. Что за игрок? Да, давайте ещё выкинет мне сейчас серваков ей. А ну. А ну вы можете. Я просто в шоке с того, что сейчас происходит в долбаной второй уикенлиге. Как может быть первая настолько лайт, кайф. Проиграл два матча, но проиграл их с кайфом. Ты всё понял, что ты не так сделал. ГГ, ВП, респект. И тут просто дерьмо, где ты один матч сыграл и тебя выносит. Ты выиграл его, но у тебя ощущение, что ты пять подряд проиграл. Как так может быть? Что мне делать теперь? Ес! Перемога! Отличный состав. Лучше, чем предыдущий, потому что нет Криштиана Роналду. Но я увидел Сона, я увидел Варана. Вот это интересно, может быть. А вот это хорошо! И Карим Бензема, что за игрок? Это новая легенда команды, я так смотрю. Кейн уже в отставке. Мы его поблагодарили, он ушёл с клуба. Перенёс нам 7000 монет, кучу кайфовых моментов, FIFA 22 и ушёл. Я уже хочу его СБЧ-чат. Нафиг эту мету. Карим Бензема, это Р9 в моменте будет, если СБЧ собрать. Здорово. Что ты сделал, идиот? Что это за приём мяча? Я пас давал наверх, только что его посылает в сторону. Ну как? Наконец-то Сональду показывает, за что мы отвалили долбанных 315 тысяч с Хантером. Без Хантера это было бы больно. Это было бы 318. Да, я минуснул себе игрока, который может бить с опорной зоны. Кевин Дебрюйн. Опа. Карим Бензема. Он всё может на этом поле. Я поздравляю всех, кто собрал его СБЧ. Это классное вложение. Ой, Депай сейчас дал понюхать мяч Коуку. Ого. Регалён отвратительный игрок. У меня проблемы теперь с Соном. Я не знаю, как его присобачить. Бензема. Это восхитительная карточка. Ой, мой тренер. Его всегда показывают первым. Я играл с предыдущими тренерами, любые матчи не показывали. Этого всегда показывают. Он рад всех обнимает. Это просто клоп в теле другого тренера. Вот плюс мораль тренер привёз в команде. Это факт. Петраков 100%. По стилистике точно Петраков. Ну а мой специальный промокод Ежик принесёт классный бонус на старте для новых пользователей. Три матча, восемь мячей. А теперь Сон. Три матча, три мяча, три ассист. Ну тоже что-то делает, ладно. Пока что Гравенберг невидимый. Навас, Ригелон, слабые места. Едем дальше. Неймар, Роналду. А вот и я хотел сказать 5 звёзд вигфут на Донарума засейвил. Нет, ну это нереально. Но пас не туда на 45 градусов. Это, это unbelievable. Боже, Де Йонг шпортается в своих ногах. Я просто держу стик в одну сторону. Даже не виляю вверх-вниз. Просто иду. Это ненормально. Подышать, подышать. Я час играю и час страдаю на поле. Это ужасное ощущение. Хочется просто молчать и играть. И всё. Абстрагироваться от всего. Вот там таратов, сообщений. Просто... 40 секунд Потому что мы сейчас взбудуражены Это я так понимаю Пахопенинг должен быть теперь На вас лучше Я не могу выиграть борьбу Я даже по мячу ударить головой не могу Я ничего не могу сделать Нет пожалуйста сон Нет забивай ни зомби Верхом сон 2-2 Сквозь дерьмовый геймплей мы будем бороться Мы будем бороться За первый ранг не отпускать 4-4-2 заехала 2-3-1 не заезжала 4-4-2 заехала В этом матче Против этого соперника Подобрали ключ На киков Хорошо Бензема Бензема 3-2 Хорошо Вот это я понимаю Дерьмо геймплея Мы сделали камбэк На морально болевых На опыте Карима Бензема Посмотрите что это за игрок Что за игрок Карим Бензема Это лучшая карточка После Гарри Кейна Лучший До свидания Не слышу Не чувствую вас Бензема Что за игрок Я реально очень хочу Его СБЧ карточку Но я просто понимаю Что через недельку Две я не смогу С ним играть Потому что Мой состав Пойдет дальше И мне будет Очень обидно Что такая карточка Пропадает Что там 150 тысяч Я вложил в нее Но Бензема Нереальный какой-то Ну так вот Добротная Бундеслига Ой Респект Люблю это комьюнити Спасибо Данкишон 6 матчей Друзья В которых нужно взять 5 побед Я в эту команду Честно Вот в душе Что-то не так верю Как в Туб Который играл до этого Хотя у меня здесь Есть Сон Спасибо Что за люди Дай боженька Здоровья им Нееет Пошел ты нахер Я в шоке О нет Ненавижу Эта комьюнити Ненавижу И на тебе Контенный мать Идите Низа Хеминсон Вот это я понимаю 5 звезд Викфут Let's go Я чувствую эти монетки Теперь Вот они играют В футбол Можно Карим Бензема Исон Лучшие Зашел все-таки Голден Рум Не спас Извиняюсь Так Без суперзвездных Игроков Нормально Здорово Расцикали Дальнее Здорово Браво Команда Мэфис Депай Как влетел Вляха Не раскликал Игроков По делу Стрёмно сыграл Нееет Бля Это очень плохо Ну нельзя Так играть Нельзя Слишком сильно Поверил в себя После 2-0 В этом матче А геймплей Не идеальный Не-не Тут нельзя Автоки ловить Надо быть Очень сосредоточенным Всё началось С того Что в защите Мне было лень Сыграть аккуратно При 2-0 Я выбросился И был наказан И вернул соперника В игру Ну Кравенберг Ты опять Ни туда Ни сюда Ну это Ненормально Нужно Видаля Попробовать Вот сейчас Как раз Тут матч Когда Артуру Выйдет Анлаки Из офсайда Правая Зачем Головой Бапе Выходит на поле Хорош Так и надо С ним играть Видаль Лучше Но тайм Тайм Заканчивается Блин Там перебор Там был другой пас Там был гол В другом месте Нет Это поражение Мбапа Обыграл меня Почему не было ударов Мбапа Лоренто На 2-3 матча Тоже брать Лоренто Мало смысла Еще за 150к Был бы он ниже 140к Вольверде Думаете Вольверде Скрипты Все Контент Делит Левандовский Барон Здорово Сон Йес 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 Я не выдыхал Даже Я ждал этого момента Думал уже Все Выдыхаю И ничего Не получится Йес Ну Боевой Скват FC Кредит Карт Он не похож на самом деле Типа добротный С соном Но И на Бензема Это долбанный Мастхев Я вам говорю Кто хочет собирать СБЧ и думает Бензема Бегом Бегом пока не пропал Там 5 дней Он нереальный В информе Он в СБЧ Просто сумасшедший Будет Я уверен в этом Видео сказано Что игроки Без скорости Играбельны FIFA 22 И поэтому Такой как Кейн У меня В топ 3 Любимых карточек FIFA 22 Без шуток Бензема Тоже красавчик Опять-таки Я говорю Отталкиваюсь от того Что у меня Не состав С Роналду Неймара Месси Мбапе А я ищу карточки Вот где-то там Ниже 100к Естественно Что если есть возможность Купить игрока С рейтингом 99 И всеми статами 99 То мы будем его брать Карим Бензема Поддался своему соотечественнику Мариэнтез Фернандеш Ух ты Ух ты Вальверде Классно На замахе Классный замах Вообще Бомба Геймплей Есть Низом Прошиваем Сон Отлично Та ну нафиг Бля Как это было Вообще Непонятно Сделано Что это был За замах Как этот пас Так у меня Прошел Рож Это знаете Почему Потому что Бензема Это опыт Это интеллект Выбор позиций Просто Филиппо Инзаги В моменте Ну халява Конечно С отскоком Я согласен Но Бензема Был там Где надо Просто так Такие игроки Там не оказываются Вальверде Он хорош Это Усман Дембеле Это был Уровень Качественной Братцы Последний Матч Последний Решающий Матч Без Роналду Мбаппе Неймара Месси Пожалуйста Боевой Добротный Состав Как у нас Чтобы все Было По честному А еще Лучше Чтобы мне Просто Слили Этот матч Ой Как Стремно Женаля И какая-то Фигня Контет А это просто Жесть Что Ты не мог Себе у ворота Забить Божечки Не конечно Хорошо Что он там Себе вопросы Порешал Потому что Сейчас бы Отлететь От такого Сквада Было бы Обидно В конце Что же там Сейчас будет За состав Да вы Издеваетесь Это нереально Что это за состав Пошли На последний Ран Что он Да ладно Да ладно Респект Комьюнити Я люблю FIFA Комьюнити Оно Самое Лучшее В мире Друзья Вот это Я понимаю Красавчик Ну а теперь Давайте Подытожим Мои впечатления От новых Карточек Прежде всего Карим Бензема Я был В восторге От него И Если вы Думаете Все еще Сборки Сбч Бегом Вы слушали Об этом Не раз По ходу Этого Видео Пожалуй Бензема Кайф Восторг Это Крутая Карточка И Жаль Что у меня Состав Я думаю Через 2 недельки Будет уже Таким Что Бензема Реально Оттуда Вылетел А так Я бы тоже Собрал Информ Был В порядке Я вот Поиграл Кайфанул И продам Сон Пока что Остается В клубе Потому что Других вариантов По бюджету Вроде как Нет И это Будет Мой Центральный Нападающий Если Один А если В два То кому-то Придется Еще сыграть С ним В парочке Сон Молодец Все-таки Начал Забивать Слевой Конечно Это круто У него Получается Как у Бенгедера Но Все-таки Выбор Позиции Скорость В которой Сон Двигается И Удары Пожестче У него Конечно Будут Это Нравится Если Поначалу Казалось Где он Я не вижу Искал И все-таки Нашел То вот Ближе К концу Это уже Было Чувство Настоящего Голиадора Лига Чемпионовская Карточка Гравенберга Как вы заметили Сыграла Несколько Матчей И покинула Расположение Моей команды Я его поставил Здесь прежде всего Потому что У меня просто В клубе Много Гравенберг Я себе Накупил Вместе С Видалями В ЛЧ Версии Чтобы Перепродать Попытаться Заработать И вот Так себе Подумал Статы Очень Интересные Хочу сам Сыграть Тем более Что Линки Позволяет Если поставить Вот Над Де Йонгом И Де Паем В моем составе Ну и Разочаровался Он Ни в атаку Не успевал Ни в защите Не успевал Вальверде Вот тут Я уже был доволен Это были Офигенные 12-14 тысяч Не знаю Сколько Всю минуту Это Классный игрок Действительно Сразу Плюс Один игрок В центре Поля Который Чувствуется Он забирает Мечи Он бегает Он Агрессивный Достаточно Таки Навас И Регелон Честно говоря Это просто Показались Для меня Карточки Которые Закрывают Позиции Но на поле Они проваливаются Оба мягкие Так себе Выбирает Позицию В борьбе Тоже Проседают И не зашли И Кунде Достаточно Таки хороши Прежде всего Француз Который Из ПСЖ Потому что Кунде Тоже иногда Вот Как-то так себе Почему я взял В ворота Навас А не Донорума Потому что Я знал Что Навас По стоимости Со своим информом Может только Расти на пару тысяч То есть Если я поиграю И продам То не потеряю А Донорума Там 60к Если даже Нечуть выше Он может падать А по игре Я забивал Доноруме Хорошие удары Низом И В принципе Подумал себе Что разницы Не будет А по стоимости Могу пролететь Вот и взял себе Информ Навас И в целом Достаточно Таки хорош Классно прыгает Как Пума Легко тащит Хорошие сейвы Делал Навас В принципе К нему вопросов У меня не было Но по информу Депая Вряд ли многое Могу сказать Очень похож На свою рарную карточку Левая нога Может подвести Жестко Ну Просто чуть-чуть Лучше статы Но сказать Что там Существенная разница Которую я заметил Не могу Просто зная Что Немножечко Плюсика Он получил На сегодня все А паки уже будут В завтрашнем видео Потому что сегодня И так достаточно Такий объемный Видос получился Кроме того Вместе с наградами За Уикинг Лигу Я пооткрывал Другие паки Под промо Лиги Чемпионов Потому что Как вы заметили Кто внимательно смотрел Видос Мне опять Подкинули На FIFA Points И поэтому Тень паков Будет Чуть-чуть позже С вами был Ёжик Если видосик понравился Не забывайте про лайки Увидимся Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok